Продолжение следует... Наш Крым хорош уж тем, что сердцу не прикажешь, как воспевать. Мой Крым, твой Крым, ваш Крым. Добрый вечер, друзья. Я рад, что сегодня я с вами на вечере презентации в Москве. Примерно год назад мы с Игорем Сидом созвонились, это был май, наверное, 2014 года, и пришли к выводу, что нужно как-то отреагировать на аннексию Крыма, после чего пришла идея сделать вот такой альманах, куда вошли бы со стихами о Крыме разные авторы из разных стран мира. Получилось 120 авторов из 10 стран. Одна из главных идей была, это то, что тема Крыма, она как-то ссорит людей. И вот хотелось бы, чтобы по нашей идее в сборник вошли авторы. Может быть, в жизни бы они друг с другом и не поздоровались, но чтобы они, по крайней мере, мирно жили под одной обложкой. Это получилось. Я считаю, что проект удался. И мне очень приятно, что о нем есть и различные отклики, рецензии, много добрых слов сказано по этому поводу. Я хочу прочитать стихотворение о Крыме из стихов, вошедших в этот сборник, которые я сюда предложил в альманах. Все мои стихи о Крыме. И одно из них, собственно, говорит о моем отношении к сегодняшнему Крыму и моих ощущениях по поводу сегодняшнего Крыма. Называется стихотворение о разлуке. Чем дольше грозь, тем больше перемен, тем тольче пыль, прямее кипарисы, и масса зин, ничуть не меньше лен, толкутся ныне в прошлом, да и пристом. Скорее всего, не вспомнит на бегу, волная вместе с нею берег пенный, не мальчика, который в курагу влюблялся, словно жертва мельпомены. Не юношу в далеком судаке, плывущего серебряной дорожкой под мраморной и вечно вдалеке разбросанной поверху мелкой крошкой. Не пары, что снимала в гараже под Ялтой ровно три квадратных метра. И это было раем и уже изгнанием их, судя по приметам. Теперь иначе. Даже имена Игла, ПЗРК и комплекс Тополь, Шмель, Огнемет и Хризантемы на всех трассах, что ведут на Севастополь. И ты другой, будь шведский ретозей, кондитер из Парижа, римский пастор, ты, вероятно, здесь нашел друзей, в дальнейшем возвращаясь, но не часто. А так, что скажешь, лучше потерять, чем приближаться к этой зоне риска, где БТРы выстроились в ряд и униформа цвета кипариса. Наш Крым. Я хочу сказать пару слов о проекте «Наш Крым». Я считаю, что это замечательный проект, потому что он делает людей добрее, объединяет и не разъединяет. А еще потому, что он заставляет смотреть на Крым другими глазами. Он уходит из плоскости политических трясок, плоскости высокой поэзии, истории, культурного наследия. Поскольку коренная крымчанка, я надеюсь, что реакция, возникшая в литературном мире на выходы за вас сборника, заставит людей по-другому смотреть на происходящее. Крым – крепкий настой. В некоторых местах и фрагментах чрезвычайно крепкий, сбивающий с ног. Здесь подчас почти не существует исторического времени. И многие события, казалось бы, очень разнесенные по датам, культурам и эпохам, присутствуют фактически одновременно. И они вторгаются, способны вторгаться в твою жизнь. Это, конечно, очень сильное влияние оказывает на любые тексты, которые в Крыму написаны. И, разумеется, не имеет ни малейшего значения, какому современному государству, какой современной политической структуре Крым принадлежит. Просто существует некоторая привычка, привычка к свободе. Добрый день. В человеческой памяти история сохраняется катастрофой, трагедийной иконой. Я сейчас нахожусь в одном из красивейших мест Сиднея – Центериал Парк. И здесь, передо мной, один такой свет давней прошедшей войны. Это русская пушка – трофей Британской империи со времен Крымской войны. Вот здесь можно увидеть ее номер, название завода, имя мастера, изготовителя. Когда мы несколько лет назад собрались здесь на Крымский симфозиум, мы обнаружили, что для обычного австралийца первым, зачастую последним фактом, который он знает о Крыме, это стародавняя Крымская война. Вы сегодня собрались на презентацию поэтической антологии, в которой Крым показывается с другой точки зрения, как наш Крым, как страна любви, красоты, музыки, поэзии, живописи, радости. Пусть он такой и будет. Наш Крым. Спасибо. Крым – это есть мекка, жесткая, да и мировой поэзии. И это прежде всего для меня земля поэзии, поэтический рай. И как хорошо, что теперь вот перед нами книга, где райские голоса поэтов о поэзии – это зримый рай на земле. Люди пытаются превратить землю в ад, а поэты превращают в рай. И вот этот сборник – есть некое живое поэтическое свидетельство о поэтическом рае по имени Крым. Выход в свет антологии «Наш Крым» – одно из самых заметных культурных событий последнего времени. Ведь не случайно даже ее название звучит так поэтично. Именно поэтому она вызвала такой большой интерес и сумела привлечь в широкий круг авторов, ярких индивидуальностей, равно состоявшихся поэтов, пусть и самых разных. И этих литераторов объединяет одно чувство – любовь к Крыму, к его земле и небу, его морю и людям. И они сумели выразить чувства в своих стихах. Не стану скрывать, что нашлось некоторое количество приверженцев в другие взгляды, для которых принципиальная неполитичность издания оказалась неприемлемой. Причем эти радикальные взгляды мы услышали с разных сторон. Но подавляющее большинство авторов с открытой душой и от чистого сердца возложили свои дары на алтарь любви к Крыму. Именно поэтому издание удалось и состоялось. И нужно выразить огромную благодарность авторам и идеям, и издателям этой замечательной, такой важной и нужной книге. Осуществили выпуск поэтической антологии с крымской темой. Мне кажется, куда как хорошо. Стихи с Крымом, как сердцевиной. Вся русская поэзия прошла Крым. Не как-то, конечно, воинственно и агрессивно, а пропустила его через себя. Кто-то там рос и взрастал. Кто-то с первыми любовями встретился там, в Крыму. Но, словом, без этого никак. В год прошедший, когда все случилось так непросто для тех, кто говорит, думает или, не дай бог, пишет по-русски, мне кажется, выход такой антологии – большой подарок. Слушайте голоса Крыма. Ни один голос не должен остаться неуслышанным. Дорогие друзья. Как уже сказал нам с экрана Геннадий Кацов, инициатор проекта, проект задуман был около года назад. Гена почему-то думает, что это было в мае. В принципе, можно восстановить. Мне кажется, что это было в начале июня. Но, наверное, это не очень принципиально. В течение лета и осени мы собирали книжку. Я сейчас такой небольшой исторический экскурс совершаю. Значит, и в конце декабря она была издана в Нью-Йорке в издательстве Крик. Значит, что касается терминологии. Значит, вот Гена произнес слово «аннексия», что мы обсуждали в этом ключе, происходившее с Крымом. На самом деле, изначально наша наговоренность, которую я также прошу по возможности соблюдать и сегодня, значит, всячески придерживаться нейтралитета, потому что качество стихов о Крыме, написанных разными авторами, никак не зависит от их взглядов на предмет рассмотрения. Мы собирали тексты, где Крым является либо самым желательным предметом рефлексии, то есть именно какой-то художественной, интеллектуальной, либо в качестве какого-то интересного материала, звучащего в виде элементов каких-то крымских, ну или Крым в качестве фона, каким-то образом интересно поданного. То есть можно говорить о том, что произошло с Крымом, что это аннексия, я этого слова не употребляю. Можно говорить, что это закономерное возвращение Крыма в состав России, я тоже не употребляю и это. Я говорю о том, то, что произошло с моей родиной. Моя и Гена Кацова, а также Андрея Полякова, Александра Люсова и еще нескольких авторов антологии, в том числе молодой поэтессы Евгения Джен Барановой из Севастополя. Вот такой кусок удивительной поверхности планеты Земля, который на себя стягивает массу загадок. Вот, значит, я хочу подчеркнуть, что договоренность наша с Геной была, что мы не включаем тексты, сильно наэлектризованные в ту или иную сторону политической ситуации последнего года. Поэтому у нас буквально несколько стихотворений на весь сборник, которые были написаны разными авторами после того, что произошло. Я был в какой-то момент сильно раздосавдован, обнаружив, уже когда мы вычитывали книгу окончательно, обнаружив стихотворение Кушнера, где повторялись слова. Я просто сразу не подумал, и как бы на Гену наехал по скайпу или через фейсбук, говорю, как же так, мы же договорились, что никакой политики. А там, значит, строки повторяются, конечно, русский Крым. А он мне говорит, что, Сид, это же не, конечно, российский Крым. То есть что такое? Русский язык один из немногих языков мира, где разделяется государственно-политическая принадлежность гражданина и его культура. А что такое наш Крым? Ударение на Крым. То есть это не заявка, не действие, такое свернутое действие, значит, присвоение или просто отстаивание, что это наше. А наш Крым это, в общем-то, не деяние, это скорее объяснение в любви. Вот, мне кажется, ближе всего такое объяснение или расшифровка. Наш Крым это нечто, скорее, медитирование. Есть фигуры, которые не с нами, конечно, к несчастью, но, в общем, с разной степенью отдаленности. Два великих человека, которых я бы хотел упомянуть в контексте этого проекта. И один из них, поскольку речь идет о современной поэзии о Крыме, это Евгений Федорович Собуров. Вам, наверное, всем здесь известный как поэт, но при этом, будучи именно одним из интереснейших русских поэтов конца 20-го, начала 21-го века, он был невероятный, крупнейший, один из крупнейших в России и в Европе макроэкономистов. Он специализировался в том числе по экономике образования, но макроэкономика и экономика государств была его одна из главных компетенций в науке. Вот Евгения Федоровича пригласили в Крым, пригласил мятежный, очень сепаратистский президент Крыма Юрий Мешков в 1994 году. И первую половину года, чуть больше, 1994-го, был такой великий, я считаю, я думаю, что те, кто познакомится с деталями историческими, со мной согласятся, наверное, исторический великий эксперимент по вытягиванию Крыма, в общем, на общий европейский экономический уровень. К сожалению, это не получилось. Каким-то образом Евгений Федорович был оттуда вытеснен. Но понятно, почему не любили Мешкова, потому что он хотел Крым отсоединить от Украины и то ли присоединить к России, то ли, ну, вряд ли к Турции, то ли просто существовать в виде такого отдельного государства, как помните, Габриэля Данунца. Вот. Но, все-таки, я счастлив, что сегодня с нами есть в зале Татьяна Собурова. Итак, дорогие друзья, вот, значит, первый экземпляр книжки, изданный, как я уже сказал, в конце декабря, в конце января прибыл в Москву с поэтом Евгением Бунимовичем, который по своим делам оказался в Нью-Йорке и его сюда привез. Вот, я прошу Женю почитать. Я действительно в районе Нового года летал в Нью-Йорк и обратно. Туда я летел на самолете, который назывался Осип Мундельштам, а обратно на самолете, который назывался Борис Пастернак. Так что, ну так что, не буду комментировать. Если даже это войдет в мои семь минут, я все-таки хотел бы, вот, Сид напомнил, я вспомнил отпевание Евгения Собурова и подумал о том, что не только люди, поэты, тем более все разные, но внутри каждого из нас так много всего разного, и я помню, там стояли люди очень разные, я помню, что я, по-моему, единственный человек, который знаю людей из разных этих групп. Там, естественно, были поэты, там, естественно, были люди, ну такие официальные, можно сказать, да, какие-то, которые участвовали в тех проектах, когда Собуров здесь был в правительстве. Там были экономисты из высшей школы экономики, там были математики. И все это вместе, вот, говорит о том, насколько вот мы все разные, и вот я, начиная с его фотографии на обложке, стал так смотреть, и что-то я действительно, когда сюда летел, не смотрел на обложку, как-то я смотрел внутрь. По-моему, это хорошая обложка какая-то, все разные, в то же время как-то, вот, когда вокруг смотришь себя, как какие-то люди, которые отзываются так или иначе в твоих глазах, в твоих глазах, в твоих ушах. Вот, надо сказать, что название было для меня одним из таких моментов, когда я сразу понял, что я буду в этом участвовать. Потому что во все то, что происходит сейчас, у меня, вне зависимости опять от настоятельных просьб СИДа не давать политических оценок, я не буду их давать. Я просто могу сказать, что я ощущаю все это время, что Крым забирает непосредственно у меня. Причем я даже не знаю, какая именно сторона, не в этом дело, а потому что, вы понимаете, весь мир теперь знает Крым совершенно не так и не про то, я бы так сказал. Понимаете? А для меня это, в общем, довольно тоже, наверное, для многих, не только для меня. Момент очень личный. Дело в том, что, хотя у меня жена родилась не в Крыму, но там жила ее бабушка, и, в общем, это единственная родина, которую она воспринимает как свою родину. И мы, кажется, все время туда летали, всю жизнь, и там растили своего сына, и поэтому как-то это всегда было для меня не просто какое-то туристическое место, а совсем другое. И я думаю, что Крым еще будет открываться, надеюсь, людям совершенно с других сторон, чем сейчас, как он однажды открылся для меня. Например, вот, ну бабушка, как все вы знаете, что такое Крым, эти все какие-то там клетушки, времянки, там все это, и там вот эта терраса, на которой мы же всегда жили, и в однажды был дикий ливень, и вдруг на меня сверху упал ни камень, ничего, а, как я увидел, кусок известняка, и это был какой-то кусок лепнины. Но поскольку был дикий ливень, я в этот момент ничего не мог понять, а потом я залез на сортир, который был во дворе, чтобы посмотреть, откуда у меня свалилась эта лепнина, и тогда я увидел, что это на самом деле, там сверху было написано, ну уже буквы все отвалились, там было написано «Вилла Ампир» с твердым знаком. И тогда я понял, что если вот все сломать, вот, да, то я вспомнил, что и у бабушки там стоит одна колонна какая-то там пристроенная к чему-то, то получается изумительная такая античная, начало, видимо, XX века, «Вилла Ампир», и вот, и мне кажется, что вот так вот, я надеюсь, что вот это все отпадет, и Крым снова станет вот восприятием хотя бы тем, чем он на самом деле и был же. И здесь напечатанный Сид сказал о том, что Айзенберга – это начало 70-х, а я хочу прочесть стихи из цикла, который был написан аж в 78-м году. У него тоже есть биографическая основа. У меня родился сын, жена забавала ключицу и попала в больницу, я ошалел от того, что я должен быть вот с таким маленьким ребенком. И когда она оттуда вышла, я понял, я просто рухнул сразу от усталости. И меня отправили к бабушке в Крым и отдыхать на какое-то время. И я понял, что я не могу находиться на пляже, и я очень рад был, что меня, Наташин дядя, забрал кольцевать птиц на Левяжьих островах. И я там кольцевал чаек, цапель и кого еще? Да, ну сейчас это, наверное, здесь написано, кого я кольцевал. И вот тогда я написал цикл сбивших сонатов, который называется «Прощание с Левяжьими островами». Ну, я прочитаю из него несколько сонетов. Средцапель, чай, каравай, вне, семейшко, лежа на спине, жду орнитологов, разглядывая некий осколок, черепок по кривизне, наверное, ауфы, наверное, греки в каком-нибудь античном, минус веке, любили уикенды по весне, устраивать на этом диком бреде, не размышляю, а добрее зле, как чистится ножом, живая рыба, а солнце на охотничьем стволе, а птица на обеденном столе, и как меня рвало в тот вечер, ибо, мчась по степи, в брезентовом козле лесной охраны упустил из виду свой малый опыт Жизнь на земле Жизнь, пройденная минимум на треть, а говоря максимум и страшно попасть в десятку, дарит мне смотреть на птичий россыпь, стоя посередь лебяжих островов, задравши теряемую голову, и впредь я не забуду, как умеет петь многоголосный хор, без тени фальши, мы возвращались, но по берегу воспоминания, как на берегу, исходят крови, полевые маки, а суть сонета лишь в желании жить и, может быть, в желании изложить то первое желание на бумаге. Какое медленное лето на отмелье степного Крыма, где цапля белая, как прима, провинциального балета, капризно и неотразимо, застыло посреди сонета, пока мы проезжаем мимо нее, причала, вышки, эта шкалярская игра замри небезопасно, раз, два, три, замри, застыла в небе стая уток, застыл в прощании рассудок, и чуть дрожит в стекле рисунок из сказки сэр Экзюпери. И последний сонет. Покидаю ребяжги, пора уезжать, остаюсь. При кольце номерном, на мизинце, с мольбом, сообщите о судьбе данной цапли, по данному адресу, плюс, при осколке, сонет номер семь, при плакатном призыве к защите окружающих уток и цапель, добавим людей, что-то пульс стал сбиваться на строчках последних, портовой сити провожает наш газик клубящимся облаком пусть навсегда. Но храните меня до леса на островах, храните от сено лихорадки, пустой тетрадки от регулярного парка четверостишей, стриженных под комсомольскую скобку с провором. Ну а теперь я прощаюсь сонетами. Я их писал лебединым крылом, лебединые перья пусть скрипят, но при этом близки к небесам. Спасибо. Почти сорок лет назад был данный результат. Просим на сцену Дарья Василевского. Андрей Витальевич Василевский. Мы его знаем с отчеством. Это редкий случай, когда автора знают с отчеством. Дмитрий Александрович, Александр Сергеевич. Ну, собственно, у меня там одно стихотворение. У меня нету, как бы, такого, так сказать, круга широкого крылеских стихов. А почему? Ну, так, так, так. Вот, собственно, оно одно. Плюс, может быть, я прочту еще несколько, каким-то боком, может быть, по мне, так сказать, при некоторой усиленной интерпретации, тоже каким-то боком. Вот, тем более стихи такие, как бы, не вполне понятные, да, и так редок, и они и для нашего Крыма, и для любого сборника, поэтому мы подошли. Вот. Сейчас. Прежде, чем крымский татарин пройдет из мечети к себе на двор, человек из Ленгли посмотрит на монитор, и послушный ему беспилотник сделает круг, но покажет ему не виноградники и сады, а как нечто, высунувшись из воды, глядит из моря на балаклаву. Творец видит каждый волос в его ноздре и дрожание рук в лучшем из лучших миров премию вдали Астрид Лингрен и Станиславу. Ну, это из книжки «Десяточный» написано еще раньше, девятом. Вот. Это, собственно, единственный такой вот очевидный крымский, да, но заодно очень. Сразу за поворотом история становится фразеологическим оборотом с нарком и вармаглотом, сном троечника. Ван Сусанин ныряет в сумеречную зону, крейсер идет на Одессу, выходит к Херсону, все равно победа будет за нами. Вот, кстати, по поводу самолетов, там, можно ли, что ли, вставать, да, значит, ну, вот как-то. Немножко другие. В Шереметьево мелкий, но все же дождь, стоит на ватель среди бедных рощ, пуштун далеко, забирает мак, счастливые не думают, откуда в Шереметьево мягкий знак, а не забудут слова наркомнац, от тайги до британских морей, главлит, коржаков, пепелац, пепелац, вот, и сейчас. Одно просто так, а другое там море есть. Может быть, это Крым. Май. Мертвые беспокоят, как старый сломанный зуб, своим частичным отсутствием, мешающий языку. Майская ночь на кухне, смиримый суд, складка матраса, славому позвонку. Мертвые беспокоят, как товарищи-господа, или господ товарищи, маль ледовой блатной. Если верить ученым, вокруг инвертированная пустота, суетится, цветет и пахнет весной. Черной собакой за ночь, обегав в Москву, утром убыть на помойке, грызет полимер. Третий некрасов, лосев, прыгал в каком-то шкафу, и почему-то саблят, глупый морской офицер. Так, ну вот последнее про море. Так, ну не про море. Подобно тому, как не надо путать ландшафт и пейзаж, совокупность природных объектов, и позднего происхождения культурный конструкт, необязательно взятый на карандаш, не внесенный в лицензионный контракт, не учтенный рао, когда по сухой траве наблюдатель уходит от моря, уносит пейзаж в голове, остаются камни и аж два о. А вокруг земли вращается каменная луна, отраженным светом сияя торговому кораблю. Вот лицо любви, слезы, сопли, сперма, слюна, потому что я тебя не люблю. Как я уже говорил, здесь есть несколько крымчан, и особенно концептуальных крымчан. Вот одного из самых концептуальных крымчан мира поэта Андрея Балякова, 18 цен. Добрый вечер. Перед тем, как перейти к торжественной части, я немножко продолжу, может быть, реплику Евгения Абрамовича. Я сюда летел на самолете, который назывался Владимир Даль. Мне это очень понравилось. И, ну, это так. А другое, что мне кажется важным, мне бы тоже очень хотелось, чтобы вокруг Крыма все вот эти политические волны поскорее улеглись, чтобы мы все-таки опять опять вступили в какой-то нормальный, спокойный, невоспаленный диалог с Крымом и о Крыме, и чтобы Крым стал, вот правда, очень этого хочется. Обычным российским федеральным округом. Таким же, вот, в политическом смысле, таким же, как другие федеральные округа нашей любимой большой страны. А все остальное, что касается культуры, что касается поэзии, что касается стихов, я думаю, что этот жирок мы еще нагуляем. Все еще будет хорошо. Цветущая сложность Крыму предстоит, но для этого пусть уляжется вот эта вот политическая волна, и пусть все будет спокойно. Так. И несколько скопорений. В черной капсуле речи летел я над Крымом вечерним. В синем пламени моря искрилась горбатая ялта. Мертвый бах, как ребенок, свистел в кривогубую флейту, отдавая подарки и вновь отдавая подарки. Человек я себе или книгой поставлен на полку, сигаретой курю или телом сижу на балконе. Все мне слышится шелест прибоя под платьем Наташи или, скажем, Оксаны. Была же на пляже Оксана только в Чеховской Ялте, где я пролетел неудачно. Снова чайки над пивцом кричат, как плохие поэты. Только я говорю, дорогие Наташа, Оксана, проводите меня на луну, молодые блондинки. А когда я вернусь... Два стихотворения из цикла Хаефуры. Снова у моря живу, ласкаю мертвые книги. Слышу движение злаков в моей непогасшей крови. Знаю, встает на лицо тень неблизкого Бога. Сладко и совестно мне так обратиться к нему. Пастырь голев многострунных въелся в печень прах Вавилона. Воздух Ассирии где? Где, иудеи, шаги? Чехно в сетях человечих буквы твои попадались. Страшные буквомичи, редкие буквокрюки. В день появления воскресный Сел я на камень, Примея. Родина желтая, Крым. Или я вижу стекло. Неосторожен во всем, Книгу прикрыть не умея. Сплю я напротив себя. Тело за спину ушло. АПЛОДИСМЕНТЫ МОСКОВСКИЙ СПОЛЬТАКО. Спасибо. Нет, вы все все... Хорошо читаешь. Спасибо. Плохие стихи надо читать хорошо. ПЛОДИСМЕНТЫ Да, по-немецки звать, Листает тьма пустая На смертном западе, В местах святых машин, Незанятой рукой, Камену оплетая От роботов, Куда? Зарой талант большим. А льется кипарис И тонет стон гитары, Что можно с девушкой Увидеть коктебель, Где море Андрагим И остальные пары, И ночь ложится в речь, Как в гроба колыбель. Неверующий Бог Всему тебе ответит На мертвой площади За полночью пустой Живая лира бьет И от святая светит Пепло шумящей Черной желтизной. Спасибо. И пусть скоро будет Больше русского языка, Античности девушек И политики. Спасибо. И приглашаю на сцену Поэта Александра Валовика. Я в Крыму, к сожалению, Был только один раз В 2007 году. Вот как бы по дороге Я писал стихи о Крыме. Дорожная станция. Да, с юбилеальным номером Книжка, А лезет в нее Исключительная мура. Мне бы Льву Николаевичу В ножки пойти, Поклониться низко, И не писать в эту книжку Более ни хера. Я еду в поезде, К тебе кругом обжимаются, А на верхних полках Целуются прямо-таки в засос. До берега, до морского Мне еще долго ли мается? Ответь, медлительный паровоз, Тепловоз. Небо кажется постепенно, Хотя и нехотя проясняется. Облака, уплывая, Что ли передают мое пожелание другим? Вот и сельская мечеть появилась, Двухбашенная красавица. Видимо, приближается Все-таки Крым. О чем я? Как яблочко моченое, румян, Как рыжий кот пружинист и неистов, Преследуемый стаей фортепиан Без пианистов, Я то в семи истов, Не новый Крым, Особенный судак, Кто в коктебель, Особенно по ветру, Куда еще? Я что-то не айпетрию, А чем я не станкирую, Судак? Спасибо. Это Евгения В. Харькова. Я в Крыму два года служил. Служил я В месте довольно знакового, На Гельбеке. То есть в нынешних, В недавних событиях, То есть не надо объяснять, Почему аэродром знаковый. В 89-м году я Демобилизовался, И до 2009-го года Я не был в Крыму. В 2009-м году Я приехал по Каким-то Литературно-редакторским делам В Крым И естественно Не мог отказать себе В удовольствие Заехать в Севастополь, Заехать в Любимовку, Посетить Бельбек. Чтобы не Игорь просил Не нарушать регламент И вторую часть Не опережать. Но тут трудно Не опередить. Просто скажем, что То, что я увидел, Что стало С Бельбеком, На котором я провел Два года, Мне тогда очень Не понравилось, конечно. Ну и Сидя на берегу Попытался От каких-то Грустных Но если Отвлечься Совершенно Трезвый Сидел, что-то Записывал И тут Значит Обнив С собой Ноутбук С кем-то Там Очень медленным 2G Интернетом Крикует письмо От Тани Пончи-Смоловской Ну вот Которая Как раз Начинала Она мне Присылала Фотографии С Тасманского Берега Я сказал, что Вот сейчас Готовим Такой первый Формус Который потом В мае 2009 Состоялся В Союзовском Центре Вот Игорь Наверное Напомню Игорь Не помнишь Как это Назовался Системизация Системизация Воды Что-то Такое Вот Потому что Я читать буду Не то Которое В сборнике А стихотворение Которое Понедразумение Я объясню Почему Назовался Первое Тасманистское Стихотворение Но написано В Крыму И первая Часть Стихотворения Именно Адрисовалась Крым Но Пришло Оно будет Понятно Оно будет Понятно Вот Но пришло Тайное Письмо Которое Говорит Вот Слушай Вот фотография Тасманистского Берега Вот нужно Что-то Вот Перформанс Кстати Говорили Вот я Слукавил Все-таки И вторая Часть Стихотворения Получилась Про Тасманию Поэтому Сначала Это стихотворение Извалось Первое Тасманистское Или второе Крымское Стихотворение Вот Но По просьбе Бончасмолоское Оно осталось Просто Первым Тасманистским Но оно Написано В Крыму И оно Инспирировано Собственно Крымом Поэтому Тасмания Это где-то далеко Крыму Вода Вода Отражает Просыпает Щебень Водо Вода Сладко И вот Тасманистская Часть После Камень Падает Вверх И под него Втекает Вода Которой Не бывает много, Державин жуковским выпивают Тасманийский закат, Каменное небо непрочно. И от того достаточно. Поэта Александра Переверзиша. Спасибо, Сид. Здравствуйте, друзья. Я буду краток прочту стишок. Такой публицистический, который расскажет о моей позиции. А потом прочту, наверное, новые такие стишки, не крымские. Это из цикла «После салюта». Неравнодушных, страстных, вгрызающихся в кость. Как много зомби разных в коробке завелось. На жопнике, ребята, вернитесь на погорске. Со знаменем, лопатой и кнопкой «Перепост». У Осипа сухая за пазухой. Звезда прозрачная и бубен. Он крымской августовской засухой ведет к ручью. И путь нетруден. У Велимира плач и углича. И торпа влажная прослойка. На иллюстрациях Метурича кукушку ищет он и сойку. Марина же ночами долгими с лисицей знает с собой. Песок с засохшими иголками смешали ей над головой. Город не на Вологде реке, Не на проступающей разрухе, Не на колокольне вдалеке, А на неприметной золотухе. Темная бездонная река С устьем зарастающим рыбацким, Намертво зажаты берега Каменным и мяснарядским. И на берегу ее на левом Подорожники с ольвином зевом, А на берегу ее на правом Ранка на неполе одноглавом. Рыбакам подводные ключи Как-то раз устроили проверки. Одного из них спасли врачи, А другую жук и водонерки. Сон Выходил отец из леса, Говорил отец, пойдем, За невидимой завесой Будет синий водоем, Невесомый белый синий, Там игрой на окорине Зазывают на причал. Помнишь, плавали на даче, Поплывем, сынок, поплачем, Я ему не отвечал. А что за этими коробками Листва и комьями землян? Травинки с божьими коробками, Шмели и доски горбыля. А для чего заборы лестница? Оттуда прилетает мяч, Когда засушливые месяцы, И ветер резок и горячий. А дальше? Поле мать и мачехи, Березы, редкие кусты, Канава, солнечные зайчики, Кукушки, сосны и кресты. А что за ними? Мне неведомо. Ни разу не ходил туда. Быть может, что-нибудь из этого. Огонь, сияние, пустота. И я тут все праздники, Всего обстоятельств пропустил. 9 мая 11 шут прочитал, Посвященный своему деду, Который прошел всю войну И работал лесничем На востоке Московской области После войны И умер в 90 лет. Лесник. Из глубокой глуши подмосковной Жизнь меня выводила не раз. Не засыпала в шторге бездомный, Видно, он приберег про запас. Нагорбатился волю на драге, Намывая казенный металл. И от Волоколамска до Праги Подрывную машинку таскал. А за то, что ни пуля, ни мина Не оставила в той стороне Нам с женой две медали, Два сына, два инфаркта, Все осталось вдвойне. Ну почти, только самую малость На погосте второго креста Из ненажитого и осталась. Так еще ведь не вся прожита. Да и долго к кресту на просторе, Уходя каждый вечер во тьму, Одному рассыхаться под ветром, Намокать под дождем одному. Спасибо. Поздравляю всех с выходом. Антология. Спасибо, Саша. На самом деле, спасибо, Саша. Вообще, всем авторам спасибо. Мне, как крымчанин, Честно говоря, было очень мучительным Первые месяцы после того, что произошло, Потому что прежде всего Самая большая боль и дискомфорт То, что мои друзья оказались Из самых близких Оказались по разные стороны баррикады. Московские друзья В большинстве с вами были против того, Что произошло. Крымские друзья, в том числе Самые либеральные по своему духу, Были в подавляющем большинстве за. Среди самых близких друзей Один уехал из Крыма. Вообще, вместе с семьей. А вообще, из где-то Несколько сотен близких мне семей В основном, это художественные И научные круги Крыма. Из нескольких сотен Три семьи уехали из Крыма. Ну, не знаю, на всей Италии. В общем, я очень надеюсь, Что все как-то наладится. На эту тему мы поговорим потом. Но просто вот Своей благодарностью Саша немножко разбередил это все. Но, когда Гена мне позвонил, Я почувствовал, что что-то складывается. Вот, то есть, несколько месяцев, два-три Я был в полной пространстве. Но, в общем, именно понимание того, Что что-то можно сделать. И на фоне того, что все ссорятся, И все перестают подавать друг другу руки, Что через эту книгу Какой-то диалог в дальнейшем Может быть, будет возможен. Итак, приглашаю на сцену Поэта, в данном случае, поэта Игоря Левшина. В смысле, что мы многие его знаем Как прозаика и как рэп-исполнителя И автора музыки К текстам, собственно. Никто из авторов заметил? Географическое одно объяснение. Географическое, что Крым, вообще-то, Он большой достаточно, там, я не знаю, Это, наверное, 20 или 30 франций. Вот. Ну, 15. 54 франции. 54. Вот. И, ну, я там бывал, ну, не знаю, Раз 15, наверное, я там проводил свой отпуск. И я просто пояснил, что Мой Крым Или Крым Мой Это не весь Крым А, например, Коктебель, мне кажется, Совершенно жуткое какое-то место В том виде, в котором он Сейчас существует, да А Крым, которым, так сказать, Я пишу, который Мой Это ЮБК в основном И даже конкретнее кусочек От семьи Задофороса Где-то, вот, самый, так сказать, Мой Крым Ему и посвящены были стихи Они написаны лет 10 назад, Черт, я думаю Так На пляже Узкие лики Грустная плоть Ходит в пике Будет сжечь и колоть Тонкие губы Сбивчивая речь Ходит упорно в буби Будет бубнич Бубнить и сжечь Золотокудрая пестия Узкоглазую мать Снова заходит в кресте Чтобы сжечь Убивать Юноши худой и нервный Сытца, но держит масть Боже, не дай пропасть Когда разыграют черви Полковник-шиповник Зацвел у дороги Еле унес ноги Чайка-чрезвычайка Подцепила клювом пакет С очистками от креветок Здесь тихо Нет ветра И выше Не видно шевеления веток Кафешку-гэбэшку Открыли на набережной Недорого Солдаты-купаты Блинчики с творогом Кобелек Жует стебелек Рядом сучка Золотая ручка Сидят на волноломе Облако в форме крокодила Проглотило светило Парочка свинтила Зайка с криком Пан или Рапан Бросается грудью на шампуры Слава герою И еще 100 каберне На сцену Германа Флассова Может и книжки А может и так Как? Катать Если уже в кафе Золотые стихи Я вам хорку Хорку представил Новые стихи Дайте Одно стихотворение Да? Вот Почему? Да? Хорошо Называется танец Так танец возникает Я хочу Ворвать со старым Выцветшим Соленым И сам себя От вымысла лечу И удивляюсь Порослям зеленым Мне гости нужны Где меня не ждут Но длинные Настраивают зрение И я тянусь Как медицинские жгут И совершаю Новые движения И оказавшись Между двух огней Ломаю слов Подмоченные спички Я разожму Тем жестче И больней Дверь Тронувшейся Область электрички Москва Мне спину Прыльным дождем Но здесь берет начало Стук колесный Я в тамбуре Я заново рожден И номер набираю Супоносный Воробьиное чирканье Полупустой коробок Окна Настеж И чавканье Яйца И кофе Лубок Недолетний Где теплые Либо ладони Вгустой Молодые Непотные Лбы На подчатке Пустой После Сна И соития Лифта Сокрытый сюжет Битый капель События В зайчиках Сонный паркет На колесах Морстоточных Сонмище Лиц Чешуя Многих Промежуточных Чайных Невыпитых Я Разогнутый Подковый Чертавший Спичкой В лесу Долгий Звон Упакованный Привкусом Горьким Горьким Несом И последнее Стояние Хочу Отдельности Как летний Дождь Отвесный Ни общности Ни сети Повсеместной Единственности Карис Голубым Ни желтый Ни зеленый Ни с любым Еще Затылком Холодок Почуя Осмысленности Тлеющей Хочуя Как молнии Отцарствующих Вышних Хочу Длинно Повисшими Повисшими На вишне Слепого солнца Рыжие Заплаты А крыло Тишину Хочу Крылаты Царапающие Белоградин Санки Крины Угливые Овсянки Глаза И будто Сложенные Вместе Две палочки Две Крохотные В тесте Вот Вдумчивость Намокшая Ногая Так Желтоклюва Переста Шагает По смоченной Траве И по болотцам По маленькой Губе По обороткам От пишущих Машин По их молчанию Будет огонь И пахнет Кирпичами Не в зрелости Еще Но и не юный Хочу Пугливые Красоты Июня Овсянок Ветер Вишни И камина И молнии Хочу И муравьина Спасибо Это был Герман Гласов И мы приглашаем на сцену Одного из самых Наверное Самого концептуального Крымчанина Автора Теории Крымского Текста В русской культуре Александра Павловича Пусова Я хочу сказать Что Крымский текст Это не теория Ты часто говоришь Такой нет Теории Крымский текст Это Крымский текст Это Практика Извлечение Смыслов Но ты Ты-то Создал Теорию Нет Это Практика Но Я Концептирую Концепция Скажем так Но Это Конечно Может быть Игра Слов Но Ведь она Возникла В практике Скажем Мы знакомы С тобой Больше Чем существует Крымский Крымский Еще На Восфорском Форуме И Я напомню Тебе Фрагмент Своего Стихотворения Посвящен Бесни Пошедших Почему-то Разумеется Это Не твоя Окончательная Цена Но Ты Разбудил Крымский Текст Как Декабрист И Пушкина Крымский Текст А может Бобров А поясним Бобров Это Первый Крупный Русский Поэт Писавший О Крыме Это Еще Самое Начало 19 Века Или Конец Конец 18 Александр Павлович Уточни Я могу Вашин Что такое Крымский Текст Он Существовал Всегда Может быть Но Как теория Если вернуться Все-таки И Пользовать Это Понятие То Он Возник Уже В наше Время Как Практика Извлечения Дополнительных Смыслов В Этой Самой Текстуальной Революции Он Возник На наших Глазах Не Проявился Так Хороший Создал Образ Прям Если Вернуться К практике Место Где Можно Мы Пойдем В то место Где Можно Но В этом И Есть Сущность Крымского Текста Это Место Где Можно Если В других Местах Что-то Нельзя А Крым Это Поэтому Ехали В Советское Время Словод Почему же Советское Пушкин Ехал Потому Что Секс Возможно На всей Территории Ну Про Секс Я говорю Про Глубинное Понятие Это Про Странство Бегства Мой Друг Мой Дух Потом Посмертное Золотой Город Город А Это Вход В ад Ваид Ну Вот Я Позволю Себе Выразить Такое Некоторое Несогласие С Другим Самым Концептуальным Крымчанином В мире Андреем Поляков Который Говорит Когда Крым Уже Станет Обычным Федеральным Округом Конечно Он не Должен быть Обычным Это Чисто Административная Ведь Все-таки Республика И Уникальный Уникальный Читатель Да Ну Внизу В андеграунде Будем О Принадежности Крыма Как-то Крым Наш Не Наш Крым Не Учитывается Достаточно Субъектность Самого Крыма Вот Тут Очень Сложные Противоречивые Процессы Демократии Как Горизонтальные Так И Вертикальные Вот Крым Ведь Находился Все-таки Якобы На особом положении В составе Украины Но Полностью Реализовать Крымчане Своё право На Своё демократическое Право На вот эту Горизонтальную Демократию Не смогли Это было Решено Вертикально Вот это Вертикальное Горизонтальное Демократии Оно По-прежнему Остаётся Актуальным В том Плане Что Это же Вертикаль Должна Строиться Всё-таки Снизу А не Сверху Так же И Значит Проблема Крыма В каком-то Смысле В этом Для меня Важна Остаётся Я даже не знаю Стоит ли мне читать Моё стихотворение Которое здесь Оказалось Потому что Я Не так уж часто Пишу стихи Это такие Глазные забавы Если так можно Выразиться Но Поскольку Сид мне вручил Даже Это стихотворение Я прочту его Ифигения В Таврине Ифи Игения Итопос Илокус Где Пушкин Доныне Глядится в истории Пропуск Ифи Игения И даже Находки Игения Совсем Не отменят Возможно Смешного Пения А там Где сейчас Ты Раскёт Ведь совсем И не крокус Диана В газеты Одета Как в топус Лоскут А ведь До Дианы Совсем Не дайте мне Ногами И даже Деньгами Ответ Не найти мне На вопрос Где Вновь Обитает Твой топок Твой Локон Твой вовсе Не фокус А фокус Ифи Игения Ну пожалуй На этом я и завершу Своё выступление Родившийся в 60-м Умерший в 94-м году Он ни разу не смог К нам приехать Поскольку был Тяжело Более На него был просто Очень тяжелый случай Запущенный И сердцем В том числе Вот И первые два форума Воспорских У истоков Которого Он Вместе с Андреем Поляковым Николаем Зягинцевым И вашим покорным Слугой И еще потом Присоединил вас Чудесный Борей Максимов Вот Не посетил Михаил В отличие от нас Остальных четырех Мишу мы очень любили И однозначно Воспринимали Как В тот момент Как Может быть Самого Ну не знаю Насколько Самого сильного Но Самого близкого Каким-то Таким Надмерным высотам Автора Из нас Всех Из всей группы Полуостров То есть Миша Он всегда был Немножко таким Облакоходцем Два текста Два текста Два стихотворения Миша Лаптева Сюда Вошли Первая Девяносто второго Года Второе Девяносто Первый Девяносто Третий Михаил Лаптев Западающие Клавиши Эрики Тянутся Эти Утром И соленое Слово Москва Нас Соединит На мгновение И я Вспоминаю Грядущее Это Наверное Когда нас Оливают Печальные Тавриды Устремляется И не быть В теплом дыму Тихо Играют Он просто кричит На жесте Пронзительное И жесткое И дребезжание Межбалок Мешается В лучах Из окон И нестерпимо Пахнет Паленом Моя чердачная Эпоха Десятилетия Колонн Застыли Веков Гар Мой мир Мой мир Мой миг Мой мир Мой миг оконный Колоннам Прямут На поклон Ты мрешь В разноязычье Лада Дождинки В лужах Бульк Буйку Пожар Зеленых Языков С полковом Вской оградой Все только Смена Рок И камня Полоски Вести Клей Ожидание в телеграмм, сколачивай свой дом из жести. Лепи последнее значение, все жилки красное славцов, чернила в синих излучения излучены твое лицо, в уключенных любовь и лето, а в скрипе крыш включен трепест, все изучение без ответа, низги и шелест. Это очень раннее мастерство, могу еще одну попробовать, уже поздно. Мы добиваемся женщин и строим упреки, мы сами чуть-чуть божественные, одинокие, над нами сплошное небо, внизу севаши, если ты где-нибудь не был и не спеши, уйди в скорлупу отчаяния, закройся, и город Керчь, глядишь и тебя укачает, глядишь и берется беречь, о греческой радости память, боспор и завод залив, о добываемый камень, как ты неприхотлив, мы радость твоей подаче, земля под названием Крым, сопутствовать каждой удаче, идти в Иерусалим, но сами мы остатки Афины, и потому так удивительно падки на все, что сладко умы, я разноцветный построю Крым, и воссоздам не то, чтобы самую трону, но то, что хотелось нам. Ну, наверное, это очень. Получается сейчас такой маленький фрагмент авторов ушедших. Я хотел бы прочесть несколько маленьких стишков о Крыме. Руслана Элинина, которого Руслан Ахматуллин называл «Сэром Артуром» круглого стола литературных клубов и салонов Москвы. Это прозвучало еще в 1996 году, когда с Русланом произошло несчастье, а через несколько лет он от нас ушел и физически. Руслан был, безусловно, основоположником в России нового, для того чтобы жанра, но вида искусства, а именно литературного кураторства. Или то, что потом Витрий Кузьмин позже назвал «Литератур-трегерство». Это, безусловно, совершенно самостоятельный культурный феномен, который мало похож на кураторство художественное, то есть на галеризм, или как это еще называется, галеристику, потому что в отличие от художественного кураторства этот вид искусства или феномен культуры практически никак не связан с финансовой составляющей. То есть вот такой достаточно странный, и в этом он роднится с самой поэзией, безусловно. Вот такой куратор и очень интересный поэт Руслан Элинин. Стихи из цикла, который он, мы гордимся этим, написал на Втором Босфорском форуме современной культуры в 94-м году. «Здесь такие серьезные чайки, Вардгесович, я не слыхал их смеха, я не пил здесь волнующий сок винограда и женщин, зато видел тебя под Неаполем скифским, приснилось, я не стал подходить, ты ругался с Джорджоне, она так хохотала над вами, что мне ее вдруг захотелось. Вардгесович, друг мой, зачем ты спрашиваешь, какая она, разве мало того, что я ее полюбил, взглядом с автопортрета гляди на меня, на себя и рисуй остывающий день с наполненным птицами небом, а еще у нее очень тонкие ноги. Если б ты знал, Вардгесович, как тут жарко, к счастью, много воды и тени, рыбы в море, ведут себя непонятно, то излишне доверчивы, то осторожны излишне, я полюбил их. И это для меня тут содержит тайну, это держит меня. Еще тут варят хороший кофе, а в полдень довольно интересно заниматься любовью, чуть не забыл, на этом острове моя жена самая красивая женщина. И последнее, остров кишит гетерами, это терпимо, но нет ни единой пифи. Друг мой, я расстрою тебя, Салгир за последний век так обмелел, что кажется, умер. больно переживать друзей, еще больнее себя, ты подержись еще, и я постараюсь. Этим мы сильно друг другу поможем, а еще у нее безумные кисти, ей бы поменьше краситься, да поменьше грима сочет перед камерой, и умереть, или ожить, или хотя бы на четверть. Да, Варт Гестрич, я избалован, не кем-то, а собой, согласись, это очень приятно. Керчь-Симферополь, 1994 год. Тексты предоставлены супругой автора Елены Пахомовой. Я приглашаю на сцену автора, выступавшего на предыдущей презентации, Александру Сашкину. А можно путь? Спасибо. Просто тут так красиво, я одно только прочитаю, маленькое, чтобы на сайт повесить. У меня есть ресурс, на котором я всяческие литературные события делаю и вот, если вы не против, сейчас я буду сам работать. А можно кто-нибудь сажмем на подбить? Не мою дальше. Спасибо. Куда нажать? На красную штучку. Нажимаю? Да. Были в Крыму, любили есть на веранде окрошку. Ветер ронял орехи со стухом на землю. Рай здесь для диких кошек. Были в Крыму безделье, было полезным. Пару недель без доспеха, бледные загорели, даже спина облезла. Все. Здравствуйте. поэта Марию Максимову. АПЛОДИСМЕНТЫ Я люблю Крым, люблю все, что там происходило, люблю людей, которые там были и живут. А все, что я об этом думаю, я еще сказала на радио Свобода придача. Вот, сейчас прочитаю три стихотворения, которые написаны в Крыму, но в которых слово Крым не упоминается. Но вообще был период, когда все, что я писала, так или иначе было связано с Крымом. Спасибо ему. Все спасибо за Боскорский форум. Это тело, что ждет и стареет, пламенеет, болеет, дрожит, среди ночи проснувшись немеет и как ножны пустые лежит. В пути неполночной покоя, где касаются звезды плеча, ищет жертву безумья ногоя с наглой плеткой в руке палача, чтобы в жалобе вечной и сонной тело жадно раскрылось, светясь белым коконом в жизни бездонной, в черноземе небесном катясь. Словно нащупывая нечто незримое, неосезаемое, глуше, глуше, чем шелест ушедших душ, звук неприметный, окраина гола людского, там, на краю океана, белесого, ледяного, вьется спирального слуха, горлышко спледяное, тонкое, как тетрадь, кто-то тщится понять, горкой насыпанный клевер на холме китает, ястреб кричит, человека судьбе забывает, не доверяйся огню, который над морем летает, слитно, слитно, пиши, не теряйся разомкнутых лицах, лучший слогом шуршит в обгоревших хрустящих страницах, легче, легче беги по железному ломтику счастья, буквой, имя не пой, не разламывай слово на части, и попробуй поэтому, глянув на точку одну, тронув любую из клавиш, посетив любую страну, услыхать, как смычок раскаленный, разбивает чужую вину, знаешь, не зеркало, не зеркало, но окно, слить на одно для другого по нотам сшитое дно, ласточка в пламени, гол ворогу круговой, где по складам обещаний качает гонец головой, хочешь, душа, научиться речистому слову, пламя от сельмы возьми в ледяную дорогу, чтобы вилось пространство из нити крученых, каленых, и известью звездные, скреплялись времен перегоны, то не хворост горит, вырывается пламя и штолен, лето господне гудит, и трясутся стволы колоколя. Когда восходит белый свет оповестив наверняка, ты шьешь спасательный жилет из камыша и сквозняка, и в ожидании двурушника гонца змеешься в шелке вышкаленной лесте, но вот уже маячит у лица настырный звон растоп усердной вести, и рвется кокон, и гремят мосты, все рвется в жерло звука адмирая, кипит рассудок вырванный из рая, так смотрит Будда хищный глаз Китая. Китай и Крым, но это рядом для меня. Мы прочитали из присутствующих здесь авторов антологии все, и вот мы договорились еще с другими авторами, которые не вошли в антологию. Я прошу поэта Валерия Лобанова выйти прочитать один его текст, и это выбор мой, а не его. Я попросил его по предельной причине именно этот текст, текст этот написан осенью прошлого года, и соответственно там мелькают реалии современной жизни. В октябре приехал в Мугаковский дом Саши Кабанова, старые мои добрые знакомые по Волошинскому фестивалю, и он просто текстуально все отразил суть нашего разговора. Так, поэтому я посвятил это стихотворение Кабанову, он вроде принял его, прислал спасибо фестивалю. А жизнь широка и длинна, пред долгой дорогой присядь-ка, в России светет кузина, а в Киеве дядька. Все, кто говорит на урду, не зная предела, становятся в первом ряду за правое дело. Все, кто говорит на фарсик, по танкам Дубасе, сегодня на Новой Руси, в Луганске, в Донбассе, почем нынче, строчка, басе, сестерца, сестрица, когда устаканится все, до лет через 30. Спасибо. Акценно. Поэта Виктора Каллигорского, известного своими лимбиками, но он хочет прочесть еще кое-что небольшое. На самом деле у меня есть целый книж, я прочту только чуть-чуть, посвященный Крыму, которая была в финале первой Волошинской премии несколько лет назад. Первый крошечный стишок «Четверостиши» посвящен дому Волошина. Гумилев, Мандельштам, Цветаев, банда ангелов в доме поэта и навек в блеске Крымского лета в нем и гости его, и хозяева. Дальше сокровение Крымское. С чумного лежбища арбузов, ватуза из Бахчисарая давно других не возит грузов, автомедон степного края, набрав арбузов в полный кузов, в гордыне да и не презирая, и все мы не от злых хунхузов или лиходея самурая, не от нашествия французов, от суховея вымирая, спасаем, как Москву кутузы, клочок таврического рая. Крошность хворения «Четвера» или «Андра». Ниссан с Кассандрами с Камандрами, в Скафандрах с Саламандрами, и Арианда и Ариандр, к Мансардам и Ньот Массандрами, за Палисадо Палисандр, тропа течет Меандр и Герр, словно с Номера, сняв душегубку, из бутылки без дна пил остатки вина и курил телефонную трубку. Раз двороняшку арбатскую белку угораздило впрыгнув в тарелку, облететь в круг земли, а в подружке нашли ей в Крыму арбатскую стрелку. И последний лимирик тут, который найдется какой-нибудь Анна. Отставной рулевой из Пороса выпил с горя бутыльку Пороса, но на помощь ему поспешили в Крыму, а в Москве откачали матроса. Спасибо. Вы будете идти правильно? Да. Я в курсе, я в курсе. Я как бы с Копом вас не видел из прошлого лета. Вы сидите на него. Вы сидите на русский наше. Наши с песочком голоса. Раньше он мне вообще из... Вот, сейчас, наверное, мне вручить. Все, окей. Так, коллеги. Сказал массово. Я в курсе куда? Да. Где? Где там? Где? Где? Продолжение следует... Продолжение следует...